Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вчера, когда днём я готовился к событиям дня, то у меня получилось так, что много внимания уделил я Вере Кушнир. Вера Сергеевна, баптистка была такая. Её стихотворение на музыку положили. И так и думал, что будет в событиях дня. Но я потом подумал, ночью об этом помолился, что-то как-то из памяти не выходит, решил отдельный ролик сделать. Почему, не знаю. Понимаете, у меня это всё неведомо. И сегодня, когда читаем и события дня, и недостающее место, чтобы часовой был ролик, и вопросы-ответы из моих книг, и последние стихи Веры Кушнир идут и идут. Не одно при том. Вот я удивляюсь всему этому. До этого были они стихи, её не было. А до этого я хотел ролик составить, за всю жизнь никогда не хотел. Вчера такое у меня появилось желание. Я биографию, я знал их, ещё раз пересчитал. Вот это сочленение, желание из тем, что внезапно открылось, это во славу Божию. И так что этот ролик, разбор её и другие, которые поют песнопения баптиста. Есть песнопения, которые я без слёз не могу слушать. Я у них, когда посещали собрание, кому какое песнопение спеть, хор, они записки получали и пели такие. Вот это живой отклик на души. Я всегда сидел и плакал. Они говорили, а что ты плачешь? Вот этот стих меня так трогал. Есть место есть. И вот это я обратился в 1962 году, 27 сентября в 17.00, в город Венспас, Латвия. И там были у нас занятия, занимались баптисты, писятики вместе. Ещё не могу сделать с тобой. Понимаешь, нет? Ты своё давишь, и все вещи омножить, выралишься спать. Мы ответственное дело делаем-то. А ты через призму сна это смотришь. Нехорошо это. Вот. И вот есть место есть. Господь чертог зовёт. Есть место есть. Прочитай слова. Сейчас прочитаю. Есть место есть. Господь чертог зовёт. С выражением. Чертог святой, он сам тебя ведёт. Тебя зовут, ты зов не отклони. Тебя там ждут, туда-туда входи. Припев. Тебя зовут, ты зов не отклони. Тебя там ждут, туда-туда входи. Есть место есть. Есть место есть. О, поспеши войти. Вот будете когда слушать пение, послушайте как считается. Есть что-то общее, видя? Давай. Прекрасен мир чертоги золотом. Пир. Прекрасен пир чертоги золотом. Тебя Господь зовёт быть гостем в нём. Есть место там, и дверь не заперта. Её открыл Спаситель для тебя. Он многих грешников принял туда, но там ещё есть место для тебя. Они мыты кровью Христа. Христос зовёт, а моет и тебя. Входи, входи. Пир это для тебя. И чаша там весельем полна. Всё счастье там. Вся радость. О, входи. Господь зовёт. Ты голосу внемли. Светил у дня недолго уж сиять. Ночная тьма готова всё объять. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Вот вы будете слушать, особенно последний куплет, и как считается. Дальше. Припев особый. Настанет ночь, закроются врата. Ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места нет. Нет места нет. Затворены врата. Затворены врата. И вот теперь послушаем, как поётся. Я искал многое, но лучше нашёл это в Алма-Ате. Церковь Голгофа. Что название такое? Но стихотворение это Баптистка. Его пели, когда я тогда ещё 53 года назад слушал. Ну вот я сейчас его высвечу. А потом вернёмся. Вот, посмотрите. Есть место есть, Господь чертов зовёт. Чертов святой сам тебя ведёт. Тебя зовёт. Тебя зовёт. Три зубки отмоли. Тебя дожду. Туда, туда входи. Есть место есть. Есть место есть. О, поспеши войти. Прекрасен ты, черном и золотом. Тебя Господь зовёт. Быть гостем в нём. Есть место там. Есть место там. Есть место там. И дверь не заперта. Её отрыв спаситель для тебя. Есть место есть. Есть место есть. О, поспеши войти. Он ноги грешников принял туда. Но там ещё есть место для тебя. Они, а мы. Они, а мы. Они, а мы. Они, а мы. И кровью прислать. Эти утня. Недолго уж сиять. Ночная тьма готова всё объять. Настанет ночь. Настанет ночь. Настанет ночь. Закроются в ротах. Ужасный бомб. Услышишь и тогда, нет места нет, нет места нет, затворенный брата. Вот как, вот это очень трогательно, когда нет места нет, нет места нет. Вот, я снова возвращаюсь на это и говорю, почему православных-то вот не трогают так, здесь все участвуют, и каждое слово понятно, и приходящий скажет с вами Бог, но я знаю, что это не церковь-то, меня за это скажут, да как же так, вы же это понимаете, нет священства, нет таинства, нет причастия, нет истинного крещения. И вот далее, взойдем на Голгофу, мой брат, вот прочитай. Какие слова, послушайте. И из-за нас молитва Христова к Отцу вознеслась. Пойдем перед ним. Зайдем на Голгофу, мой брат, вот снова он к небу подъемлет свой взгляд. Отец мой, зачем ты оставил меня? О, брат мой, чтоб принять тебя и меня, пойдем перед ним. Зайдем на Голгофу, мой брат, страдальца святого, слова там звучат. Свершилось, я дух мой тебе предаю. За нас он пожертвовал душу свою. Пойдем перед ним. Зайдем на Голгофу, мой брат, посмотрим, как нашей греховности яд в страданиях горьких Христа истомил. Как дорого он нам спасение купил. Пойдем перед ним. Из сборника духовных песен. Это пели, я слышал тогда, 53 года назад. И вот какое стало легкомыслие. Молодежь совершенно не похожа, какая была такая сегодняшняя где-то. Слово Божие совсем не знают. И вот это вот, взойдем на Голгофу, мой брат, такое прекрасное стихотворение. Во всем интернете не мог найти больше трех куплетов. Все поют. Слова изменили. Да как же можно такие слова изменять? И слова заменили. Ну, я не поэт, но я чувствую поэзию. Абсолютно нельзя это говорить, менять это. И три куплета, нигде больше нету. Перебирал, перебирал, больше 20, кажется, мест. Перебрал, нигде нету, больше трех куплетов. Тогда открыл у себя открытым оком 16-й том. И у меня помещено там баптистских песнопедий 60. И тогда оттуда я уже могу взять то, что у меня там есть. Вот эти слова нигде нету. А их сколько здесь куплетов-то? Не три, а шесть. Половину обрезали. Притом песнопение их, как поется. Теперь я хочу сказать. Послушайте. Зайдем на Голгофу, мой брат. Там, Господь, славный Богом, Мессия распят. А правде святой проповедовал он больных и сын, а теперь он проснет. Зайдем на Голгофу, мой брат, он стражит и жара. Зайдем на Голгофу, мой брат. 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 Зайдем на Голгофу. Это литургия у них будет. Все до одного бритые. Все до одного в галстуках. Масонский галстук. Если они галстук симат, обязательно расстегнутся. То есть промасонины до мозга костей общества. Но дело это, песнопение это какое хорошее. Я не могу не сказать, это не церковь. У них нет рукоположения от апостольских времен. И все остальное, как Бог-то примет, так когда вне церкви нет спасения. И глядя на это, я ничего не могу. Вот смотрю на них, я один дома, и у меня слезы текут. Такие люди, и видно, что обязательно галстук, но они знают, откуда галстуки. Ну открой, везде написано масонский знак. Удавка готовая, ошейник надетый. Бери и веди за поводок его. Вчера только мы это слушали, ролик специально такой. И вот они выходят, и теперь как бы творят причастие. Там чашечки наставлены, тарелки и прочее. Это что? Дафан, Аверон и Корея отдельно отделились. Число 16 глава. Это последователи оттуда идут. Я не могу не сказать это, иначе я виновен буду перед Богом. И далее. Вот почему они отбросили три куплета. Вот пусть узнают. Нигде не нашел. Дальше. Есть такое, не ради почести и славы. Прочитай. Песнопение. Не ради почести и славы стремлюсь я, Божий, к небесам. Хоть град небесный величавый так привлекателен сердцам. Но ты сказал, о Боже правый, что ты отец мой всеблагой. А я твой сын, нет больше славы, не надо почести иной. Не ради вечного покоя стремлюсь я, Божий, к небесам. Хотя среди земного зноя и тяжело моим рукам. Но труд твой духу наслаждение, и он приносит мне с собой святое сердце утешения, и в нем твой раб нашел покой. Не ради благ обетования стремлюсь я, Божий, к небесам. Ты дал мне радость раскаяния, ты дал забвение грехам. Ты вызвал к жизни обновленный мой дух любовью осеня. Могу ли думать дерзновенно о лучших благах для меня? Не ради вечного блаженства стремлюсь я, Божий, к небесам. Но чтобы песню совершенства воспеть любовь к твоим рабам. Нечистая песнь моя земная, и обрывается порой. Лишь там польстятся все не рая, а на достойную хвалуя. Я очень любил это песнопение, и когда бывал где-то в собраниях, ну не знаю, в других городах, в Киеве, у баптистов, я заказывал, чтобы это пропели. Сегодня три куплета больше нету. Вот не знаю, ну почему. И искал песнопение, вот это вот, чтобы пропели правильно. Нигде нету. Совершенно изменили мотив, а остальное мне уже неинтересно. Совершенно другие слова. Вот Вера Сергеевна Кушнир. Ее назвали поэтесса небес. Просчитаем. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бурь маяк, отдых в конце боев. Бог – это первый вздох, первый ребенка крик. В новую жизнь порог, вечность манящий лик. Это осенний дождь, это весенний гром, это по телу дрожь в храме его святом. Это молитвы стон, гимна в хвалебный звук. Это земной поклон, это скрещение рук. Бог – это вечный дух, это стихи закон. Бог – это лучший друг, в бедах помощник он. Бог – это наш судья, истинный вечный страж. Бог – это суть моя, совести голос наш. Бог – это в сотах мед. Бог – это хлеб и соль. Тот, кто на мир дает, тот, кто врачует боль. Это любовь людей, это прощение зла. Это в душе моей мощный родник тепла. Бог – это жизни пульс, это надежды луч. Щит от враждебных пуль, кровь от нависших туч. Это голговский крест, это воскресный день. Это благая весть, крылья в могучих сень. Это святая кровь, это прощенный грех. Бог – это та любовь, что обнимает всех. Исполняет Сергей Брикса. Вот сейчас немножко, можно даже прослушать будет. Бога легко искать, Бога легко найти. Бог – это благодать, Бог – это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое. Это средь бурь моя, опыт в конце боя. Бог – это первый вздох, первый ребенок, крик. В новую жизнь порой, вечно сманящий мир. Бог – это наш судья, истинный вечный страх. Бог – это суть моя, совесть и голос нам. Ну, это стихи Веры Сергеевны Кушнир. Я не случайно говорю об этом. Сейчас покажу дальше. Как стали стихи ее переделывать. И она с большим неудовольствием говорила. Я написала стихи. Не нравится – не берите. Зачем вы меняете их-то? Она заложила свой смех. Она талант. Божий талант. Вот я показал, как поется. Стихи-то, слова-то какие здесь заложены. У меня тоже в тюрьме написалось, что такое Бог. Тоже под этот мотив я уже слышал. Но только другое написал. С православной стороны видение. Ее все принимаю, как и есть. Дальше. Снова. Надо зайти сюда. Вот. Прочитай дальше. Вот это стихотворение ее. Так, как прекрасно все, что твое. Не повсюду твой слышится голос. Ветром в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий колос. Это горы, покрытые мхом. Эти волны, покрытые пеной. Этот берег с горячим песком. Это солнце бескрайней вселенной. Боже мой, это ты. Это ты. Я с тобой повсюду встречаюсь. Когда рву мимоходом цветы или на щита поклон отвечаю. Мне повсюду видна твоя кисть, твой резец и твой почерк с размахом. В детском взоре, что светел и чист, и в мужских просто пропотелых рубаках. Они заменили это слово. Она говорит, я видела, что этим рождается все. Посев мужские. Он главную силу несет пропотелые рубачи. Они заменили там на смех или что-то такое. И она выговаривает им. Я видел ролик такой. Зачем, говорит, они это делают? Это ты нам даруешь детей. Это ты научил нас трудиться. Потому я хочу все сильнее и все чаще усердней молиться. Боже мой, это ты открылил мою душу нетленной надеждой. И от репья земные покрыл своей новой и чистой одеждой. Это ты меня петь научил. Потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил. Он и в вечности не угасает. Как прекрасно все то, что твое. Под величием твоим я не имею. Это ты, это ты мне даешь все то доброе, что я имею. Вера Сергеевна Кушнир. Вот я хочу показать, как это песнопение звучит. А потом вернемся дальше. Как прекрасно все то, что твое. В небо всюду твой слышится голос. В ветром листья звенит и поет. Солнце шепчет, как змеющий голос. Эти горы покрыты им пол. Эти волны покрыты им пол. Это герец горячим песком. Это солнце бескрайней вселенной. Бескрайней вселенной. И ночей до поклона отвечаю. Боже мой, это ты, это ты. Я с тобою повсюду встречаюсь. Вот тут. Что именно там уменьшают. Здесь вырывают. Но самое-то главное не это для меня. Наша-то вина какая? Два миллиарда мусульман упустили, никого не послали проповедовать. Отстояли свои службы и пошли. Мухаммад умер в 632 году, Магомед. И ни одного проповедника не послали за 6 столетий. А они на 6 столетий позже, смотрите куда дошли. До Казани. Мар-2 разное. Все мусульманское. Ближний Восток. Туркмены, узбеки. Это они пришли. За 6 столетий не смогли пройти сюда. И все, что монашество. Монашество заблокировало всех. А теперь не знают, что делать с мусульманами. Традиционные религии традиционно режут головы. И вот эти люди-то, протестанты-то. Их сегодня больше, чем православных, раза в два, как дается статистика. Даже больше может быть. А это все православные могли быть. Гнали с сектантом. Не гнали никуда степняка Кравчинского, посчитайте. Я вчера говорил это, или сегодня говорил про это. Куприн написал, это анафема. Какой голос должен быть? Звенели у него. Понекадило. И здесь. Какие умницы люди. Но не в церкви. Нет причастия. Где нет причастия, нет жизни. Вне церкви нет спасения. Я все время с этой стороны рассматриваю. Они могли быть православными. И виновны мы. Иоанн Затауст говорит, если одна душа, одна погибнет по твоей небрежности. О священник. Тебе не хватит всей жизни рассчитаться за это. Ибо за ней умер Христос. Какой соблазн подает. Все продается, все за деньги, бизнес церковный. Они этого видят, у них этого нет. Ты ее биографию посмотри. Я не стал тут много брать. Какая ее биография. Сколько она претерпела. Как она жила. Это можно только желать. Сейчас небольшое интервью. Прочитай. Так, что вы посоветуете молодежи, готовящейся к вступлению в брак? Что она же посоветует? И что она советует? В брак нужно вступать. И создавать семью следует на скале, на твердом основании, а не на песке, которому свойственно рассыпаться. Не дайте увлечь себя половыми чувствами. Все. А именно на этом основывается. Дальше. Что вы посоветуете сестрам Господи? Ответу Бога для семьи установлен твердый порядок. Иисус глава мужу. Муж глава жене. Как это не свойственно, кажется, протестантам-то? Такие они все без платков и вообще не вольные. Жена должна осознавать, что глава и авторитет в семье муж. И принять этот порядок. Я приняла. Приняла, потому что это сам Бог поставил над нами мужей. Бог поставил. Дальше уже не надо рассуждать. Бог поставил. Вопросы отпадают. И нам от этого легче. Наша покорность мужу приносит благословение в семью. Наша покорность делает мужа, конечно, в счете таким, каким мы хотим его видеть. А тут так. Жена не заладила с мужем. Семь ребятишек. Всех схватила в соседнюю деревню. И его даже не вызывали. Развели. Готово дело. А муж у нас по теряевке остался. Семь. А почему? Трансмеровое радио слушала. Сергея Журавлева слушала. А священника не слушала. Принимала крещение у нас. Молилась. Причащалась. Все. Полностью. Говорит, шляп под хвост попала. Как это так? Она говорит. Так. Нельзя нарушать установленный Богом порядок. На 85-м году жизни отошла Господу Вера Кушнир. Это об ней говорят. Известная христианская поэтесса и писатель. Сообщил в своем блоге ее друг поэт Сергей Сапоненко. Вера Кушнир – личность в христианском мире поистине и легендарная. Она была среди пионеров славянского движения в США. С уходом в вечность Вера Кушнир ушла в историю целой эпохи русскоязычной эмигрантской духовной и литературной жизни. Но осталось творческое наследие – стихи и проза. И это наследие еще много лет будет служить людям. Родилась Вера Сергеевна Кушнир в сентябре 1926 года в городе Сталину, нынешнем Донецке. И была третьим ребенком в семье. Внучка пастору и миссионера Леона Лазаревича Розенберга, трудившегося с 1900 по 1922 год. Среди евреев Одессы, основателя протестантской миссии Вифиль. То есть неправославных корней у нее не было. Дочь Сергея Сергеевича Абрамовича Абрамова и Евгении Львовны Розенберг. Перед концом Второй мировой войны попала с семьей на Запад. Работала на авиационном заводе у токарного станка. Вышла замуж за Евстахия Николаевича Кушнира. Кушнира? Кушнира. Ну вообще. В конце 40-х годов переехала в США. С 59-го года принимала участие в евангельском радиовещании на русском языке. Христианский поэт и писатель с 1980 года работала в директорате миссии Вифиль в США. А после 1994 года некоторое время была директором миссии. Член редакционной коллегии газеты «Наши дни», издаваемой Тихоокеанским объединением славянских евангелистских христиан-баптистов Сакроменто, штат Калифорния, США. Издала несколько сборников духовной поэзии, рассказы для детей. Проживала в городе Санта-Барбара, штат Калифорния, США. Вот она, показана. Роман Горбунов. Я смотрю ваши ролики. А, она тоже другая. Ага. Вот она, надо было мне ее выделить. Ну, она на следующий день останется. Сейчас я знаю, когда я выставлю ролик, и баптисты другие. Но вы же понимаете, а рождена ли она свыше? Рождена. Рождена на 100%. В духе святом, в духе святом рождение. Дальше засывает на той первой ступеньке. Почему они церковь не искали? Почему они дальше-то разбирать не надо. Откуда возникла эта баптизм? В 1609 году в Роджерсе, в 1639 году первая община возникла. В 1639, 1600. А 16 столетий что, церкви не было? Ну, почему они об этом никак не заботятся-то? Это не оконченное дело. Один пять к титу. Для того я оставил в Крите, чтобы довершил недоконченное. 14-23 деяния. И каждой церкви рукоположил при святеров. Вот здесь как будто бы грань какая-то, как шибер, закрывает и дальше не видит. Сейчас скажут, да вы за собой смотрите. Я знаю, что они скажут, но думать не будут. Я очень уважал, даже любил Ярла Николаевича Пести. Но почему он не православный? Пусть он остается при всех своих понятиях. Рукоположения нет, причастия нету. Причастия нету, нет жизни. Об этом говорится неоднократно. Евангелие Оттиана, 6 глава. Кто не будет есть плоти, плоти сына человеческого не будет иметь жизни. Они когда раздают, я говорю, что хлеб. Но этот хлеб вы взяли, преломили. Кем он, с чем остался? Хлебом. Так тело. Нет, тела нет, говорит. Я говорю, а почему виной он против тела, если недостойно причащается? Ну это Павел говорил так. У нас нет. То есть они никогда не претендуют, что это тело. То есть Бог какую-то ставит преграду, они никогда не говорят. И в крещении прощения грехов нету. Почему? Ну это обещание Богу в доброй совести. Ну написано, встань, крестись и омой грехи, ты омой. Быть, это вода. Нет, у нас этого нету. То есть они говорят правильно, что нету там, нету прощения грехов. И нету жизни. Я понимаю, как это, как один юноша говорит, я нашел такое в православии. Мне там один показал. Этот человек меня называет. Он прямо зовет от смерти в жизнь. О рождении свыше. В православии такое. Я, говорит, сейчас прямо ищу, где он говорил. Вдруг нашел, он говорит, что баптисты это не церковь. Мне до того противно стало сразу. Больше никогда его не смотрю. Я говорю, я в Пензе был у баптиста. Меня сразу провозгласили они. Пророк Илья к нам пришел. А потом, когда стали беседовать, я стал показывать, что иконы не идолы. Они сразу гнилое бревно. И все. А Господь говорит, 1 Коринфян 4,5. Определять участь, где они будут, я не определяю, я говорю. Вне церкви нет спасения. Это определенно. А где нет рукоположения, это не церковь. Собрание верующих. А иначе все 21 тысяча сектантов, ереси разных, динаминация, конфессия. Нет этих слов в Библии? Ну нету. Есть ересь. И пастор нету этого. И кафедра нету этих слов. А то все, что по Библии. Пастор. Пастор есть, а пастор нет. Это подмена. Под видом пастор, пастор. Что там? Взбивали и говорили, что масло сливочное там, это есть такая пахта давалось. Отдается. Вот тут остается. Я когда слушаю, какая она, как жила, как у нее в Германии двое детей умерли, а здесь четырех еще приобрела от Бога. Сестра родная. По-другому не назовешь. Она не в церкви. Я не могу ее во Христе с сестрой даже назвать. Сестра только в Господе, в церкви. И она нигде против ничего не говорит. А не в церкви. Вот эта трагедия из трагедии. Больше я даже не знаю где. Такие люди, такие таланты. Они все могли быть православными. Если бы маленько, то убрали бы это все, что у нас есть-то. Не им, а мы иные помощи, а разве тебе? Это отречение от Христа. Это астраханский архиепископ говорил. Я не знаю, кажется, Мудюгоп или как его там. Михаил вроде звать его. Вот как. И на этом все. Это моя постоянная скорбь о них. А они могут сказать, ты о себе скорби, грешник окаянный. Я знаю даже, какие будут идти отзывы. Но ничего не могу изменить. Богу слава. Богу слава.